приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы это третий дубль моего приветствия надеюсь сейчас я скажу все по-людски с удовольствием продолжаем вас знакомить с рецептами которые мы готовим по книге Аконникова 1938 года по поводу самой книги сейчас вот такой вот титульный лис колбасы и мясокопченостей Минпищепромыздат Москва 38 год интересная сверху народный комиссариат пищевой промышленности СССР от редакции пишут настоящий иллюстрированный альбом содержит обязательную рецептуру и способы приготовления колбас и мясокопченостей утвержденных народным комиссаром пищевой промышленности СССР для предприятий нарком пищепрома альбом рассчитан на инженерно-технический персонал колбасных предприятий правда мне уже это выучить друзья если вас интересует книга напишите свое в комментариях я вам вышлю ссылку на скачивание файла с моего google диска книга действительно потрясающая с удовольствием делюсь ею со всеми подписчиками поэтому не стесняйтесь пишите в комментариях и книгу получки мы сегодня готовим мясной хлеб высшего сорта потрясающая штука вообще ну что такое мясной хлеб я вот вспоминаю его вкус у меня обильное слюноотделение начинается типа вареной колбасы только не вареная а запеченная и так сейчас вкратце расскажу что нам понадобится из ингредиентов кстати для того чтобы приготовить мясной хлеб не нужна не оболочка колбасная не нужен не колбасный шприц достаточно будет только мясорубки и формочки для запекания лариса где-то ее спрятала не показывает нам но мы вам потом покажем и так для приготовления нам понадобится 350 грамм говядины 400 грамм свинины и 250 грамм шпика что же такое у меня этот телефон пикает сегодня целый день я ездил по городу был свободен телефон ни разу не позвонил только зашел домой он как с цепи сорваться по поводу самого рецепта извините пожалуйста за отступление значит чем мы отступаем от рецепта то что в тридцать восьмом году мясо солили смесью соли и селитры что ж это такое мы солим смесью нитритной соли и поваренной соли на килограмм сырья мы используем 12 половиной грамм 04 0506 процентной нитритной соли и 12 половиной грамм поваренной соли если телефон еще раз будет звонить чувствую что мы шестым дублем отделаемся и 1 грамм сахара друзья все все количество специи и соли для засолки вы найдете в описании этого видео смешиваем это естественно специи мы подготовили тоже я напишу в описании или не я напишу а лариса напишет в описании количество специй на килограмм сырья мясного хлеба высшего сорта для того чтобы засолить мяско надо его порезать пока я режу мяско на засолку друзья обращусь к вам с такой просьбой если вы еще и не знаете у нас есть второй канал о путешествиях называется путешествие даниила и лариса ссылку на этот канал вы найдете в описании видео и в конечной заставке видео нам очень нужны подписчики потому что youtube меняет правила монетизации и мы можем перестать на этом канале быть партнером youtube а для нас это очень важно но на мой взгляд канал интересный мы рассказываем о тех местах которые посещаем находим самые интересные самые лучшие предложения по ресторанам по жилью делаем обзоры пляжей лыжных спусков и так далее зайдите на наш канал посмотрите если вам понравится подпишитесь нам правда очень нужны подписчики чем она у нас осталось нам надо всего то 200 подписчиков времени осталось 15 дней до того как youtube нас выбросит друзья мяско режем кусочками 3-4 сантиметра для засолки я порезал все мясо причем порезал разными кусками а говядину порезал вот такими длинненькими свинину порезал кубиками почему потому что при дальнейшей обработке при помоле нам надо будет отдельно делать помол говядины отдельно свинины чтобы не легче было после засолки различить это мясо я его порезал по-разному принципе можно засолить в разных емкостях учета я особо не заморачиваюсь мы так вот с ларисой режем его разными кусочками засаливаем тщательно тщательно перемешиваем чтобы смесь нитритки и соли хорошо распределилась по всей поверхности мяса чтобы у нас не было не про со и отправляем это дело естественно накроем его пищевой пленкой и отправляем на 24 часа в холодильник а завтра будем готовить наш прекрасный мясной хлеб до завтра дорогие друзья наша мяско засолилась и приступим к вторичному измельчению такая вот красота получилась друзья для вторичного измельчения нам понадобится мясорубка и понадобится кутер мы используем такой полупромышленный кутер вот подойдет вот такая вот штука вот такой измельчитель от обычного кухонного комбайна то есть не пугайтесь этой техники ну как бы совершенно без проблем вот в таком вот измельчителя в таком блендере раньше мы измельчали пока у нас не было вот этого чудесного кутера мы измельчали вот такой вот штуки единственное что в маленьком кутере фарш очень быстро нагревается мы сейчас делаем фарш и если вы делаете на маленьком кутере значит этот фарш помещаем в пакеты ну в любые пакеты вот так вот плоско как бы его сминаем и эти пакеты на полчаса в морозилку чтобы он хорошенько охладился чтоб фарш был подход подмороженный также для измельчения нам понадобится ледяная вода первое что я хочу сделать это нарезать шпик шпик режем тоже немножко подморозили и режем его тоненькими кусочками толщиной вернее кубиками размером где-то 5 на 5 миллиметров сейчас нарежу несколько шпик плохо режется вообще резака еще тот я ларису сейчас попрошу покажу как надо сделать а дальше будет делать лариса не подумайте что есть эксплуатирую свою любимую жену чего-то чего-то не умеет делать она чего-то не умеет но я умею делать на и не люблю этим заниматься если честно вот такими вещами как нарезка шпика в общем сейчас нарежем и покажем вам с помощью золотых ручек ларисы весь шпик был порезан приступим к перекручиванию мяска мясо перекручиваем отдельно отдельно перекручиваем говядину отдельно свинину потому что нам и измельчать надо будет разное количество времени решетку используем 45 миллиметров то есть не сильно крупную так нашему измельчителю будет легче справиться говядинку перекрутил все то же самое сделаю со свининой говядинку перекрутил все то же самое сделаю со свининой все мяско перекручено дорогие друзья и теперь если вы будете готовить на маленьком измельчителе помещайте его в пакеты и в морозилку на полчаса мы же сейчас подготовим кутер и приступим к измельчению покажем вам как его измельчить в первую очередь измельчим говядину я помещаю мясо в измельчитель ну фарш вернее не мясо чик она прилипает я его помещаю она прилипает добавляю 100 миллилитров ледяной воды воду берем из расчета 100 миллилитров на килограмм сырья и начинаем измельчать примерно в течение трех-четырех минут четыре минуты я перемалывал смотрите говядина получилась вот такая вот она еще не в состоянии эмульсии но уже хорошо перемолотая теперь добавляем и сюда свинину очень внимательно будьте с температурой фарша фарш не должен нагреться выше 10 градусов по цельсию иначе получим при приготовлении отек то есть весь у нас получится не сочный не сочный мясной хлеб сухая котлетка чего нам получить очень не хочется короче закинал я все фаршем ладно сейчас переместим все внутрь и будет красота добавляем сюда же специи которые мы подготовили и измельчаем до состояния эмульсии теперь я покажу что это это такая под должен получиться именно однородная паста ну вот у нас измельчение займет три-четыре минут измельчил я фарш вот до такого вот состояния друзья видите то есть он не совсем еще однородный все таки решил такую эмульсию как на варенку его не сбивать чуть-чуть пораньше остановил процесс чтобы все-таки мясной хлеб был немножко структурированный они просто однородный как варенка теперь нам надо все это тщательно смешать со шпиком шпик надо будет ошпарить сейчас покажем я переложил весь фарш чашу для миксера и теперь нам надо ошпарить ошпарить шпик по поводу вымешивания вымешивать в принципе можно и руками но лучше это делать миксером если у вас нету такого планетарного миксера то подойдет и ручной миксер запариваем шпик мы для того чтобы он хорошо связался с фаршем чтобы вот все кусочки шпика у нас были отдельные чтобы они не были вот так вот целым коржом а все разделились хорошенько хорошенько обдаем его кипяточком начинает вкусненько пахнуть и разделяем разделяем чтобы он у нас был так сказать но отдельными кусочками вот эти все слипшиеся части у нас разделяются таким образом и получается хороший вот такой вот колбасный шпик да дам ему стечь немножко начнем вымешивать отправляю шпик в миксер и буду вымешивать где-то в течение наверное четырех-пяти минут четырех в результате вымешивания дорогие друзья у нас получился вот такой вот совершенно однородный колбасный фарш смотрите шпик полностью вмесился фарш он представляет с ним как бы одно целое за счет того что мы оплавили этот шпик он как бы стал однородным с фаршем теперь он не будет выпадать из готового изделия и в то же ну будет вот цельным как бы цельным для выпекания для выпекания мясного хлеба мы используем вот такую вот форму для обычного хлеба 30 сантиметровая формочка лариса в ней печет хлебушки такие вкусные кирпичики но в принципе можно использовать любую форму нагреваем духовку до температуры 70 градусов и пока форму смажем подсолнечным маслом но можно любым можно оливковым я настаивал на оливковом лариса сказала что все равно в результате у нас подсолнечное и поместим сюда естественно смажем полностью тщательно форму поместим сюда весь фарш поместили фарш форму и отправляем его в духовку при температуре 70 градусов на 1 час желательно поддерживать температуру более менее точно для этого мы будем использовать наш термометр помимо этого нам на конечном этапе понадобится кухонный термометр со щупом для того чтобы контролировать температуру внутри но внутри батона мясного хлеба отправляем мясной хлебушек в духовочку и также в духовку мы поместили датчик температуры для того чтобы максимально точно контролировать температуру духовки у нас духовка без цифрового контроллера поэтому придется немножко поиграться через час будем переходить ко второму тепловому режиму через час подымаем температуру в духовке до 110 градусов и запекаем мясной хлеб еще в течение часа подымаем вот так вот контролируем температуру внутри духовки это второй этап тепловой обработки прошел час переходим к третьему этапу тепловой обработки помещаем кулинарный термометр со щупом либо же обычный щуп для барбекю в центр нашего мясного хлеба так чтобы замерить температуру именно в центре подымаем температуру в духовке до 130 градусов градусов и запекаем мясной хлеб до того как температура внутри батона достигнет 68 69 градусов правильно сейчас 58 я на всякий случай засеку время чтобы ну сказать хотя бы примерно но на это время полагаться особо не стоит потому что ну каждая духовка по-разному работает помимо этого размер размер самого мясного батона тоже разный то есть это время исключительно информационно будет прошло 15 минут и температура достигла 68 градусов достаем наш мясной хлебушек из духовки дощу вытаскивай сразу красотища такая получается вмещаем мясной хлебушек на противень противень застелили мы застелили тефлоновым ковриком если нет тефлонового коврика можно использовать пергамент для запекания не перемещается пришлось немножко по краям формы отжать батончик ножом вот такой вот он получился видите ничего не потекло то есть не потек не потек жир никаких оттеков отеков не произошло все совершенно сухо теперь берем яичный белок и обмазываем весь батон яичным белком хочу не желтком скажи мне а может лучше его положить на верхнюю часть чтобы сейчас обжарилась именно вот то нижнее равномерно можем попробовать кстати вот я думаю так лучше стоит сделать а потом перевернуть ну да при какой температуре мы сейчас будем его запекать при температуре 150 градусов где-то 15 минут до чтобы корочка образовалась равномерная перевернем все-таки его вот сверху красивая корочка а снизу у нас такой колбасный вид у хлеба теперь нам надо добиться того чтобы корочка была примерно ну хотя бы примерно одинаковая со всех сторон поэтому будем запекать его вот таким образом красота какая получается он такой аромат испускает друзья я вам передать не могу это просто нечто и так духовка 150 градусов помещаем противень с мясным хлебушком в духовку и запекаем ну вот ориентируемся на 15 минут ориентируемся на 15 минут но будем смотреть чтобы нам надо добиться сейчас чтобы у нас образовалась равномерная корочка такая золотистая немножко но в то же время чтобы его не пережарить опять-таки засекаем время 25 минут мы запекали наш хлебушек и по нашему разумению настало время его прекращать уже запекать достаем его сейчас покажу крупный план какая красота получилась вот так он выглядит друзья цвет полностью выровнялся совершенно никаких отеков никакой жидкости никакого жира я считаю что очень хорошо мы все температурные все температурные режимы подобрали и они были правильно соблюдены теперь часов на 12 оставляем его остывать в прохладном месте но мы выносим на веранду просто на лоджию там у нас тигр градусов 8 10 надо чтобы он полностью остыл отдохну а завтра будем его дегустировать дорогие друзья ночью я совершил время налета на холодильник несанкционированный налет на мясной хлеб да не я шучу вчера вечером зашел брат и просто так дай попробовать дай попробовать в общем мы его уже разрезали он потрясающий еще сам покажу ну вот мы кусочек съели если честно дико извиняюсь за это что дегустация происходит не так самого начала но в любом случае как обычно сейчас покажу разрез и расскажу о вкусовых вкусовых качествах мясного хлеба значит что что я могу сказать в первую очередь но получилось фактически варенка вкус немножко другой вкус более мясной и вот процесс не варки а запекание но он совершенно особенный теперь я ну очень хорошо понимаю почему мясной хлеб выпускался нормально и сейчас выпускается в некоторых странах как колбасный продукт но вот к сожалению я так понимаю что странах снг его уже не делают реально очень вкусная штука почему не делают да ну потому что мясо нормальное надо сюда пускать мне кажется из тех продуктов из которых сейчас готовят колбасы и вареные колбасы из них просто мясной хлеб не получится ну потому что готовится без оболочки как вы видели идеально у нас все получилось совершенно совершенно без оболочки нормально все приготовилось никаких отеков никаких жировых там и бульонных выделений из него не было то есть все прошло идеально чем это хорошо очень хорошо это для тех у кого еще нету колбасного шприца у кого нету там вот оборудование или кто просто не хочет заморачиваться с оболочками штука получается потрясающе сейчас покажу разрез дорогие друзья посмотрите какая эта штука потрясающая на срезе немножко пористая структура ну потому что не прессовали через колбасный шприц а просто уложили фарш в форму но все равно на мой взгляд структура просто замечательная он настолько сочный но сейчас расскажу немножко вкусе мясной хлеб по книге конникова просто волшебная штука во первых он очень нежный во вторых вот этот вкус запеченного мяса но очень сильно отличает мясной хлеб от колбасы именно по вкусу по консистенции практически тоже колбаса по запаху тоже вот запах запеченного мяска то есть такой даже не знаю как это как это передать наверное немножко количество соли надо уменьшить ну вот да вчера вечером как-то мы за юмкой не почувствовали этого а сегодня чувствуется но чуть-чуть мы откорректируем в рецепте фактическом рецепте сейчас перед тем как монтировать видео я откорректирую где-то грамма на 3 на 4 уменьшим количество соли многовато то есть он не пересоленный но хорошо соленый я все-таки люблю соль немножко забивает вкус мяса никогда в первую очередь ты чувствуешь вкус соли это нехорошо во всем остальном просто идеальный результат я считаю друзья с удовольствием делимся с вами этим рецептом если у вас есть какие-то вопросы задавайте их комментариях мы с ларисой отвечаем на всех комментариях еще также хочу напомнить дорогие друзья лариса ведет свой канал называется путешествие даниила и ларисы ссылку сейчас будет в описании в конце видео будет ссылочка нам осталось до того чтобы нас не исключили от монетизации youtube всего лишь 160 подписчиков зайдите на наш канал посмотрите мы делаем интересные обзоры по поводу мест которые мы посетили не просто обзоры что мы здесь были а стараемся делать именно полезные обзоры рассказываем о ценах о нюансах того или иного курорта ну собственно говоря эти обзоры достаточно длинные как вы знаете я не делаю коротких видео там бросьте одну перчинку киньте на сковородку и и получился мясной хлеб я всегда стараюсь максимально все нюансы раскрыть своих видео то же самое мы делаем и по поводу туристического нашего видеоблога нам очень нужны эти 160 подписчиков так вот зайдите посмотрите если вам понравится подпишитесь на наш канал друзья а мы готовим для вас новые интересные рецепты поэтому подписывайтесь и на этот канал тоже ставьте пальцы вверх если вам видео понравилось мы будем снимать для вас новые видео всего доброго пока